сага о хэме первопроходца в космосе это история трехлетнего шимпанзе служащего делу науки маленький шимпанзе был тщательно отобран тщательно изучен и терпеливо обучен чтобы помочь человечеству выяснить могут ли живые существа пережить путешествие в космосе под бдительным присмотром ученых ввс хэма учат проводить серию экспериментов в полете нажимая на определенные рычаги когда загорается свет шимпанзе получает в награду гранулу со вкусом банана после каждого теста и каждой капсулы есть глоток воды чтобы дополнить вкусный приз амм всего лишь один из нескольких шимпанзе прошедших предполетную подготовку каждый из головы до ног облачен в свой собственный скафандр в ожидании большого дня для маленького пассажира была построена специальная камера похожие в деталях на капсулу которая в конечном итоге отправит человека в космос 7 миль проводки и 10 деталей сформированы и уложены слой за слоем на площади меньше чем телефонная будка наконец в начале 1961 года предполетная подготовка завершена на мысе канаверал сине-серая космическая капсула готова занять свое место на стартующей ракете минуты похожи на часы когда начинается обратный отсчет и следует за его методичным размеренным ходом только звезда космической драмы кажется равнодушен к растущему напряжению вокруг него когда он пребывает в типичном приподнятом настроении на свой последний осмотр весом 37 с половиной фунтов хэм станет самым крупным животным которое когда-либо запускалось в космос и первым существом обученным разумно реагировать на сигналы с земли его маленькая камера должна быть герметично закрыта лежащий на облегающей кушетке резвый космический путешественник пристегнут его руки свободны и у него есть пластиковое окно чтобы смотреть наружу в тихой ночи могучая ракета редстоун стоит в величественном великолепии впитывая мощное топливо которое катапультирует ее более чем на 150 миль в небеса а затем на стартовую площадку выходит шимпанзе его камере подключена система управления которая подает кислород и регулирует температуру и давление рядом со служебной башней находится лифт который медленно поднимает людей камеру на вершину 83-футовой ракеты план полета предусматривает что редстоун должен вывести шимпанзе в космос со скоростью более пяти миль в час на вершине ракеты в космический корабль помещена камера рассчитанная на то чтобы выдерживать сильную жару и огромное давление с момента установки до фактического момента запуска 6 часов спустя за действиями и условиями хэма внимательно наблюдают забота и осторожность которыми были отмечены долгие месяцы подготовки продолжаются до самого конца таким образом ночь продолжается а время становится короче один за другим прожекторы гаснут пока мужчина и рыцарь ждут и наблюдают и поворачиваются навстречу новому рассвету рассвету который прерывается резким грохотом и могучим релом стрельба удалась но что с маленьким хэмом он пережил огромный шок при взлете он жив да замечательные кинофильмы сделанные в полете показывают как хэм на нижнем экране играет в игру рычагов и огней точно так как его учили делать достигнув высоты 35 футов паровой след ракеты начинает царапать небо здесь в анимации капсулы и ракеты отделяются через две с половиной минуты после запуска здесь то же самое действие запечатленное в поистине удивительных фильмах капсула вращается над своим теплозащитным экраном рассчитанным на выдерживание температур 3000 градусов по фаренгейту находится в переднем положении хэм невесом в мире невесомости и будет находиться там целых пять минут похоже на него это совсем не влияет поскольку он выполняет возложенные на него задачи теперь крошечные управляющие ракеты капсулы поворачивают ее вниз к земле после достижения высоты 155 миль маленький парашют открывается в четырех милях над землей чтобы снизить скорость спуска на высоте двух миль под капсулой открывается парашют большего размера посадочный мешок на надувается чтобы смягчить окончательный удар при приземлении когда капсула попадает в воду парашют высвобождается и морская маркировочная краска распространяется чтобы помочь в восстановлении через 18 минут после запуска космическая капсула свечиной внутри покачивается в водах атлантического океана в 420 милях от мыса канаверал ее вытаскивают из воды вертолетом и доставляют по воздуху к спасательному кораблю который ждет неподалеку хотя фактически космический полет шимпанзе длился всего 18 минут капсула превысила свою отметку и таким образом задержала восстановление и поэтому прошло три часа прежде чем камера мягко опустилась на палубу посадочного корабля готова у всех на уме вопрос как он это воспринял и подразумевается в этом вопросе еще один как в будущем человек воспримет это и так с тревогой нетерпением надеждой техники и медицинский персонал лихорадочно работают чтобы освободить удивительное существо которое только что совершило этот гигантский прыжок в космос они могут видеть его сейчас но все равно пластиковая крышка камеры должна быть снята м сделал это он в безопасности и здоров герой космоса счастлив вернуться к друзьям совершенно довольный шимпанзе он приблизил человека как никогда прежде к его вековой мечте о путешествии по небесам пожимающий всем руки соответствует своему прозвищу хам начинается веселое шоу история которая началась в песках пустыни заканчивается в далеких морях шимпанзе хэм путешествовал быстро и далеко по земле и в космосе показывая путь по которому должен следовать человек заслужив звание первопроходца в космосе это фотографическая запись событий была предоставлена в качестве публичной услуги домашней газеты detroit news это фотография